Всем привет! Вы на канале StartAndroid, с вами Виталий Непочатов и мы продолжаем изучать обработчики нажатия кнопок. В этом уроке мы будем оптимизировать код и научимся использовать один обработчик для нескольких view элементов. Код макета экрана приложения такой же как на прошлом уроке. Здесь текст вью и три кнопки. Объявляем и находим в коде наши элементы. Давайте вспомним теории механизма обработки событий на примере нажатия кнопки. Сама кнопка обрабатывать нажатия не умеет, ей нужен обработчик, слушатель, listener. Который присваивается с помощью метода setOnClickList. Когда на кнопку нажимают, обработчик реагирует и выполняет код из метода OnClick. Соответственно для реализации нам нужно выполнить следующие шаги. Создать обработчик, заполнить метод OnClick и присвоить обработчик кнопке. В нашем случае мы будем присваивать один обработчик всем трем кнопкам, а внутри обработчика надо будет определить, какая именно кнопка была нажата. Давайте создадим наш обработчик в методе OnCreate. ПовторимА Communist С Therm εν «Cởъем» ПовторимА 하면서 «Джут» Соответственно «Джут» У 妳 ПовторимА OUT Давайте заполним метод onClick, на вход ему подается объект класса View, это тот View элемент на который произошло нажатие и который вызывает обработчик, то есть в нашем случае это одна из трех кнопок, мы будем определять нажатую кнопку по идентификатору, чтобы получить ID какого-либо View элемента используется метод getID, а для перебора результатов мы будем использовать конструкцию выбора switch из java. Подробнее о конструкциях выбора вы можете почитать по ссылке которую я приведу в конце урока. А сейчас давайте добавим конструкцию switch в наш метод buttonClick. Методом getID узнаем идентификатор View элемента, который был нажат. Конструкция выбора switch состоит из оператора switch в скобках которому подается условие выбора и после ключевого слова case мы пишем варианты выбора, которые система будет сравнивать со значением в скобках у оператора switch. в данном случае после кейс мы пишем идентификаторы наших кнопок. в данном случае мы используем кнопку 1, button1, и так если выбрана кнопка 1, button1, то мы выбираем кнопку 1, button1, и так если выбираем кнопку 1, то мы выбираем кнопку 1, button1. Итак, если у нас выбрана кнопка 1, то меняем текст textU на текст нажата кнопка 1. После выполнения условия покидаем конструкцию выбора, используя ключевое слово break. Таким же образом добавляем код для остальных двух кнопок. давайте запустим наше приложение и посмотрим, что получилось. как видим, при нажатии на кнопки ничего не происходит. Дело в том, что обработчик-то мы создали, но мы не назначили его кнопка. давайте исправим нашу ошибку. назначаем кнопку 1 и аналогичным образом остальным двум кнопкам назначаем этот же обработчик. давайте проверим. как видим, текст на кнопке у нас меняется, но вместо нормальных символов мы видим вопросительные знаки. эта проблема связана с кодировкой. чтобы устранить эту проблему, давайте используем ресурсы для наших кнопок. идем в папку values, находим наш файл strings.xml, здесь у нас строковые ресурсы. создаем три строковых ресурса для текста, который будет меняться по нажатию на наши кнопки. итак. 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 вот таким образом мы создали три строковых ресурса, который будет выводить текст в нашу TextView. мы их будем задействовать при нажатии наших кнопок. осталось поменять параметры в нашем методе setText. укажем здесь ссылки на наши ресурсы. кでも очень простая, нет. итак. есть or можно. а а Теперь запустим наше приложение. Как видим, все теперь нормально работает. Все наши кнопки срабатывают и отображают корректный текст по нажатию на каждую кнопку. Как вы понимаете, один обработчик может быть присвоен ни одной, ни трем, а любому количеству кнопок. И не только кнопкам. У остальных view элементов тоже есть различные события, которые нуждаются в обработчиках. Отличие способа реализации на этом уроке от прошлого урока в том, что мы создали один объект-обработчик для всех трех кнопок. А на прошлом уроке мы создавали по одному обработчику разными способами для каждой кнопки. Но есть правило, чем меньше объектов вы создаете, тем лучше, так как под каждый объект выделяется память. А это достаточно ограниченный ресурс, особенно для телефонов. Поэтому создавать один обработчик для нескольких view элементов правильнее с точки зрения оптимизации. К тому же кода становится меньше и читать его удобнее. Давайте попробуем создать обработчик нажатия для TextView. То есть по нажатию на TextView будем менять текст на кнопке. А почему бы и нет? Наши TextView тоже может обрабатывать нажатия. А для этого нужно сделать его кликабельным. Делается это таким образом. Элементу TextView в макете добавляется атрибут clickable и его значение ставится true. Давайте теперь реализуем обработчик, слушатель нашему TextView. Так, мы реализовали слушатель у нашего TextView. И теперь по нажатию на TextView будем менять текст на кнопке Button3. Так, текст будем задавать через ресурсы. Поэтому здесь сразу пишем ссылку на наш будущий ресурс. Назовем его, скажем, TextButton. Наша ссылка выделена красным, так как ресурс у нас еще не создан. Давайте его создадим. Так, мы ввели идентификатор, а теперь напишем текст, который мы хотим вывести. Будем менять цифру 3 на цифру 4. Как видим, когда мы создали строковый параметр, наша ссылка уже не красная. Запускаем нашу программу, посмотрим, что у нас получится. Итак, нажимаем первую кнопку, нажимаем вторую кнопку, нажимаем третью кнопку. Все работает. Теперь нажимаем TextView. Как видим, номер кнопки 3 изменился на четверку. Таким образом, по нажатию на TextView мы выполнили действие. Мы сменили номер кнопки 3 на 4. Как видите, слушателей можно назначать не только кнопкам, но и любым элементам. А для этого нужно делать их кликабельными, присваивать им атрибут Clickable в макете. На этом я заканчиваю наш урок. Надеюсь, он был для вас полезным и интересным. Поэкспериментируйте с методами, которые мы выполнили в этом уроке. А я прощаюсь с вами до следующего урока. И как и обещал, в конце урока ссылки на дополнительный материал. Всем добра!